Всех приветствую на своем канале. Сегодня я ездила в Ярославль и встречалась с Аленкой. Канал YouTube Елена Снегирева. Ссылка будет под видео на ее канал. В общем, мы заходили в Ифраше, гуляли в Ревгош, посидели в кафе, обменялись подарками и просто погуляли. Ну и первый магазин, который я посетила, это, конечно же, был Ифраше. И меня несколько поразило в худшую сторону ассортимент магазина. Конечно, консультанты в магазине филиалов Раше в Ауре обычно вежливые, всегда пытаются что-то подсказать, помочь, то и все, пятое, десятое. Тут мало того, что ассортимент какой-то очень никакой, будто тут привалила куча народу, все раскупила, и вот остатки остались, а какие-то невзрачные. Никаких новинок. Я даже не нашла там вербену эту самую, которую я заказывала на интернет-сайте с доставкой на дом тогда, она, кстати, у меня уже закончилась. И я хотела себе купить какой-нибудь, как минимум, скраб для тела из прошлогодней лимитки, который, в принципе, еще на сайте имеется. Как максимум, какой-нибудь новенький гель. Новеньких гелей вообще нет, в основном вот это все частично старое, новенькие гели будут чуть попозже. В общем, у меня был выбор или шампунь, эко-шампунь 2, шампунь по цене одного за 250, или что-то другое. В результате я выбрала вот этот вот крем для рук, и сегодня я ему уже пользовалась, когда с Аленкой гуляли. Растительный уход для красоты рук, крем 2 в 1, для красоты рук и ногтей, 75 мл. Экстракт арники бива, экстракт розы, масло рапса и 100% растворимый глицерин. В общем, сделан он еще во Франции, после вскрытия живет 12 месяцев. Срок годности у него до февраля 2019 года. В принципе, все радует. Вот такой именно я еще не пробовала у них. Был у меня до этого немножко другой, Арника тоже, но, в общем, действительно другой. Пролонгированного действия, оказывается. Этот и по консистенции немножко другой, чуть потемнее. И пожиже. И тюбик сам тоже немножко потемнее. В общем, крем хорошо впитывается. Руки скользкими после него не становятся. Ну и написано, что повтирайте в пластинки ногтевые. Ну, в принципе, даже как просто крем для лук. Вот он вполне нормально, он все впитался, ничего нету. Такой слегка цветочный аромат, сладковатый. Ну, немножко специфический, непривычный. Но вполне нормально. В общем, обошелся он мне по скидке. У меня было как раз предложение на год знакомства с оффлайновским магазином Афраше. Если купить что-то на 200 рублей, то получишь что-то за 550 рублей в подарок. То бишь, цена подарка 550 рублей. В общем, он мне обошелся по скидке. Вообще, он сейчас в магазине идет по 249 рублей. Мне он обошелся в 239. Видите, эта скидка как раз подействовала именно вот эти 30%. Хотя обычно скидка не действует, если товар уже идет по скидке. Вот это немножко меня удивило. Плюс ассортимент того, что было в основном уже вот такое русскоязычного производства. Удивило, что вдруг внезапно появилась сделанная при этом во Франции из коллекции Плезир Натур овсяное мыло. Я сначала думала его купить, но потом подумала у меня в принципе мыло при желании я могу сделать. Пусть оно у меня есть. Ну и в подарок мне дали, не поверите. Обычно это дают, ну на женский аккаунт, соответственно, на женский регистрацию дается все-таки более женский подарок. Если это, конечно, не день отца или еще что-то, как в прошлом году было, когда я покупала по нескольким предложениям. А на мужской аккаунт, естественно, то бишь на мужскую регистрацию дается мужской подарок. И мне выдали, я думаю, все поняли, пена для бритья. 200 миллилитров, сделанная во Франции, что радует. Ну это, естественно, мужская пена для бритья. И сделана она в прошлом году, ну и сроком годности до 16 сентября 2018 года. То бишь все-таки это из Франции пришло и когда-то оно там закупалось. Плюс дали пробник, который я Аленке потом отдала, потому что у меня, в принципе, неролька мелкая есть. И вот такую вот бумажку. И что хочу сказать. Или я что-то не догоняю, или вот это уже было в прошлом году, коллекция таких помад. В общем, то, что уже есть на сайте. Земляничка. Оливка, которую я обозревала в каком-то заказе, наверное, в последнем и фрашевском. Ну и кокосик. Плюс тут еще какая-то неведомая. По-моему, это ваниль. В общем, что-то такое. Оно будет у нас с 16 мая по 12 июня. Ну, то бишь, приложение действительно. В подарок вы получаете, смотрите, новинка. Офигеть, какая новинка. Туалетная вода, несколько, но с любви 5 мл. На самом деле, я так подозреваю, во Франции вообще не в курсе, что они издали туалетную воду. Потому что, вообще-то, она парфюмерная. И флакончик один в один, как именно парфюмерная вода. Ну и, в принципе, мне что-то подозревают, что и во Франции как бы не в курсе, что Франция выпускает вот эту вот серию. Ибо она вся сделана в России. Практически. Вот такой, в общем, подарок и покупка в Франшевском магазине. Не знаю, буду ли я там в офлайновском магазине что-то еще покупать. Ну, если, конечно, у меня вдруг закончится цветочная диска или еще какие-нибудь духи, которые все еще производят и у нас это продают. Я, конечно, там куплю. Но что-то вот так специально, что-то мне уже как-то не хочется. Или, может быть, просто если будут какие-то скидки акции в интернет-магазине, и мне что-то при этом приспичит, либо попадет под настроение, то я, конечно, тоже куплю. Потом мы зашли в Ревгуш, где я прямо на кассе купила вот такой гелик малютка. 99 рублей он не обошелся, ну, там была акция, и он 100 миллилитров. Буди ваш, по-моему, так. Лилий, 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 лилий. В общем, что это у нас такое? Гель для душа, голубая лилия, 100 миллилитров. Подходит для всех типов кожи. Сроком до февраля 2019 года. Я его уже попробовала в гель для душа, в душ, вот когда только-только приехал, сразу поскакала в душ. Чисто его попробовать в основном даже. Ну и, как говорится, смыть пыль. Конечно, не настолько тут сейчас пыль, хоть и тепло, но все-таки. Хотя я ехала домой, у меня ощущение было, будто сейчас лето, а не май. Такие каникулы небольшие. У него очень насыщенный, такой теплый, даже немножко тяжелый аромат этой лилии. И он напоминает мне Мингшу и Франшевский, который уже давно снят. Там еще, кстати, продавалось по той же цене молочко для тела. Но я взяла только малютку гелик. Он такой беленький. Даже похож вот по цвету, если вы покупали когда-нибудь у Франше овсяное молочко для тела. То вот именно такой же. Ну и такой густоватенький. Так, и последняя моя покупочка была. Да, кстати, конечно, Рергоша мне достался халявный маленький пакетик. Ну, просто обычный белый пакетик классический. И вот еще у меня один халявный пакетик, маечка розовый. Это мы зашли, кажется, в мир женщины, в котором я, наверное, уже в третий раз с Аленкой захожу, и каждый раз забываю, что там было их название. Мне что-то кажется, что это из наборов они продавали, потому что они все вот разные были. И я сначала решила, что они как бы сами там разливают, просто вот по флакончикам сует, потому что тут наклеечка такая. А потом уже поняла, что просто, наверное, то, что не продалось в наборе, и в растормошении продают по отдельности. В общем, это что у нас такое? Буди лосьон. Лосьон за тело, естественно, 70 миллилитров. Что-то мне он обошелся вроде в 75 рублей. Ну и тут, в общем, кто у нас? Вообще на ценнике там было что-то, гранаты, роза. Ну и я в основном купилась из-за того, что тут роза. Не сколько гранат, сколько роза. Хотя на картинке нарисованы вишенки, всякие фруктики. Ну, в общем, не только роза. Ну и что у нас тут написано? Нанесите небольшое количество на руки и тело, помассировать до впитывания в кожу, использовать ежедневно до увлажняющего эффекта. Ну и сделано это у нас в Великобритании. После вскрытия живет 12 месяцев. Правда, пока срок годности я не обнаружила. Может, он где-то в другом месте приделан. А, нет, вот нашла. До октября 2017 года. В общем, такой малюсенький, 70 миллилитров. Это, в принципе, мне особо не надо было, но чего-то хотелось вдруг купить. И он зафольгирован. Мы с Аленкой пытались скрыть, понюхать, но что-то у меня не вскрылось нормально и в результате она не понюхала. Я его вскрываю, но там после этой штучки еще одна пленочка. И, видимо, надо... Вот все-таки я его продрала. Вот такой... Ну да, действительно, как лосьон. Чуть розоватенький. И вот, честно сказать, я вообще запах никакой не чувствую. Может, правда, я сегодня уже перенюхала духовку. И меня перебила в душе вся эта лилия. Ну, просто мне еще когда-то сестра что-то подобное в подобном вот флакошке. Ну, в смысле, флакошек было чуть-чуть поменьше, но с подобной наклеечкой. Дарила как-то лосьончик для тела. Там был какой-то тоже с розой. И что-то я вот так увидела. И у меня небольшая такая ностальгия. Я думаю, надо купить все-таки. В общем, в результате я его потом купила. У меня в этот раз было только три покупки. А подарков у меня было довольно-довольно много. В общем... А, да, сейчас пока помню. Привет там у меня для Галинки-Малинки. Привет! Я рада, что ты меня смотришь, комментируешь. И вообще, что ты есть у нас. Так, потом... Ну, и Аленке, соответственно, тоже привет. Я очень рада, что мы сегодня так классно погуляли. Мы посидели в кафешке. И вообще-вообще-вообще. Ну, и на следующий раз мы запланировали. Я надеюсь, что у нас все-таки получится. На чертовом колесе покататься. Это колесо обозрения, которое... В общем, первый подарок. Это Палмолив. Гель для душа. С скравирующими частичками. Клубничный смузи. Крем-гель для душа с клубничным соком. Гурмэ-спа. Вот такой вот гелик. Ой. Он мне сейчас в мою физиономию ткнул пузыречком. Такой бледно-розовый. И очень вкусно пахнет. Такой земляничкой-клубничкой. Таким вареницем даже. Или земляникой протертой с сахаром. Я надеюсь, его в скором времени попробуют. Потом. Тоник для лица. Кстати, я на эту серию смотрела. Но что-то так это... Подумала и пролистала и забыла. Тоник для лица. Для тех, кому 30+. Фаберлик. Это на ботаника. Тоник для лица. Влажнение и тонус. Цветы тиары. Ягоды Годжи. Масло карите. В общем, я его попробую. Затестирую. Тут 150 мл. После открытия он живет 8 месяцев. Ну и потом в пустых баночках про него скажу. Наверное, приятно пахнет, но все-таки я, видимо, этой лилией забила свой нос. Потом у меня был пробник. Ну, я договорилась с Толенкой, что она принесет мне, так сказать, духи на занюх, на затест. И вот там было три флакончика и еще пробничек. Так. Ну, это все духи, соответственно, Фаберлик. Я просто думала, что-то, может быть, выбрать. И если мне понравится, заказать потом. Это мелодия. Вот очень чем-то знакомым пахнет. И вот сейчас я нюхаю, мне почему-то кажется, что она похожа на эйвоновский парижян шик и на, соответственно, эликсир классический и фрошерский. Очень-очень. Даже напоминает фиолетовый эликсир и фрошерский. Я не помню, как он назывался, но флакончик у него был фиолетовый. И я думаю, она должна быть термостойкая такая, долгоиграющая водичка. Меня так радует, что такие пробники большие, в отличие от эйвона. А потом уже почти под конец нашей гулянки. Аленка мне сделала просто шикарный подарок. Это вот ее калорий, который она носит в сумочке. Который я тоже участвовала в затесте туалеток. Она мне очень-очень понравилась. Я даже бежала ее все заказать, но заказывать не придется. Мне Аленка подарила. Я очень довольна, очень рада, очень счастлива. У меня рот на ушей, наверное, должен быть. Аленка, спасибо тебе большое. И, в общем, она мне напоминает почему-то Пурбланку. И вот действительно какую-то вот эту Сакуру. Сакура вместе с Пурбланкой. Когда я ехала в автобусе, нюхала на себе. И чувствовала, когда в автобусе домой уже, из Ярика. Что-то такое знакомое у меня в голове промелькнуло. Что оно мне напоминает. Но сейчас я уже опять забыла. Но вот именно первые ноты, вот классическая Пурбланка. И вот эти цветы накладываются. Кто она у нас? Сакура. Причем я такой довольна и счастлива. У меня тут столько подарков. И вражеский потом, значит, от Аленки целых четыре. Ну и вообще, очень классно мы погуляли. И вообще, люди, встречайтесь чаще. Общайтесь на улице. Проводите больше времени на солнышке. Пока вот на воздухе, пока это солнышко, хорошая погода. Ну и если вы досмотрели до конца, вам что-то это было интересно или полезно, то я очень рада. И подписывайтесь на мой канал. И на Аленкин тоже. Пишите комменты. Ставьте пальчики куда угодно. Туда-сюда. И туда, и сюда, и то, и другое прикольно, в принципе. Я очень рада, что вы меня смотрите. Ну и до новых встреч. Пока.